Может ли Александр Сергеевич Пушкин одновременно жить по двум адресам? Ну, что за странный вопрос, казалось бы. Ну, на то он и глаз экскурсовода, чтобы подмечать, возможно, несуразности. Дело в том, что в Петербурге существует уникальная ситуация, когда буквально рядышком находятся два дома, на которых висят две мемориальных доски, на которых, в свою очередь, написано, что именно здесь, именно в это время, жил А.С. Пушкин. Единственное, что здесь написано, что он жил с 1816 по 1818 год. Дом, к которому мы пойдем следом, там на мемориальной доске написано, что он жил с 1817 по 1820 года. Как же сие возможно, спросите вы. Для этого давайте мы переместимся к следующему адресу. Домайте находится конкретно этот, в самом конце канала Грибоедова, на набережной канала Грибоедова. Во времена Достоевского его именовали Канавой. Он тогда назывался Екатерининским каналом. А дом, где, собственно, реально жил Пушкин, он находится на набережной реки Фонтанки. В настоящее время эта местность самая что ни на есть центр Петербурга. А в начале 19 века она была, ну как бы это помягче выразиться, ну с прямолинейностью петербургской маргинальной интеллигенции, скажем, что это была жопа мира, в прямом смысле этого слова. Вот, например, путеводитель по Санкт-Петербургу и его окрестностям, изданный в 1843 году, что писал. Первая и вторая адмиралтейские части как бы нарочно предназначены для жительства высшего класса общества. Ну это вот все морские, большие и все, что вокруг. Присутственные места, канцелярия, гражданского и военного управления, обширные магазины, лавки, лучшие кондитерские сосредотачиваются в первых двух адмиралтейских частях. Оттого и квартира здесь гораздо дороже, чем в других. Третья адмиралтейская часть, ну и четвертая, соответственно, отличается большей промышленной деятельностью Петербурга. Жители ее принадлежат к среднему и низшим классам общества, мещанам и крестьянам, производящим розничную торговлю. Внутренние помещения в домах, особенно дворы, малоудобны, тесны и даже отвратительны для глаз своей нечейки. Чистотой. Ну это, конечно, очень мягко выражается. А вот Федор Михайлович Достоевский, который долгое время тоже жил в тех краях, написал свой самый первый пояс «Бедные люди». Правда, закончил он ее на Литейном, но, собственно, в Графском переулке, но в данном случае неважно. Макар Девушкин описывает свое бытие. Чтобы как-нибудь освежиться, вышел я походить по фонтанке. Вечер был такой темный, сырой, дождя не было, зато был туман не хуже доброго дождя. Народ уходило бездна по набережной. Народ-то, как нарочно, с такими страшными, унылыми, наводящими скуку лицами. Пьяные мужики, курносые бабочихонки. Чихонки имеется в виду финки. В сапогах и простоволосые. Артельчики, извозчики. Наш брат по какой-нибудь надобности. Ну, имеется в виду чиновник. Мальчишки. Какой-нибудь слесарский ученик в полосатом халате. Испитой, чахлый, с замком в руке. Солдат, отставной в сажень ростом, поджидавший купца на перочинный ножичек. Или колечко бронзовое. Как вы видите, с безопасностью все тоже было прекрасно. Вот какова была публика. Судоходный канал фонтанка. Барок, такая бездна, что ты не понимаешь, где это все могло поместиться. Барки были, конечно же, прежде всего с дровами. Все реки и каналы были уставлены баржами, барками. Потому что город потреблял неимоверное количество этого продукта. На мостах сидят бабы с мокрыми пряниками, гнилыми яблоками. Все такие грязные, мокрые бабы. Мокрый гранит под ногами. По бокам дома высокие. Черные, закоптелые. Под ногами туман. Над головой тоже туман. Такой грустный, такой темный был вечер сегодня. Ну, в общем, картина крайне жизнеутверждающая. Я тут как раз водил экскурсию по дворам. Причем, в общем-то, во вполне приличном районе. На Маховой улице, где я жил 4 года. И одна москвичка, конечно, очень долго. Ужасалась тому, как выглядят эти места. Ну, потому что вот есть фасад, например. Дом страхообщества России, где снималось собачье сердце. А заходишь во двор, и там просто отдох. Самый натуральный. Хотя, на мой взгляд, там сейчас довольно чистенько. Это вы еще там не гуляли в 90-х или в начале нулевых. Дело в том, что она находилась на Ачибе. Вот эта часть, там уже у нас нынешний отбиралтейский верфь. Изначально это завод Берда. Там был построен первый в стране пароход. Он тогда назывался Пироскав. Короче, если сейчас вот сесть на машину и поехать туда, то, ну, без пробок мы доберемся до Донецкого проспекта, скажем, не знаю, минут, наверное, за 7, максимум за 10. С пробками, конечно, подольше. А в то время на извозчике было ехать далеко. И, что главное, дорого на самом деле. Ну, и считайте, что извозчик – это современное такси. Так вот, именно здесь, как гласит мемориальная доска, которая находится на фасаде этого дома, прямо за моей спиной, по окончании лицея жил А.С. Пушкин с 1817 года по 1820. Это правда. Он приехал сюда к своим родителям. Естественно, на собственное жилье он никак не мог рассчитывать. У него не было ни денег, ни возможностей таких. Он здесь поселился, и Александр Сергеевич старался не приглашать к себе знакомых. По двум причинам. Ну, во-первых, далеко. Это уже, как бы, не комильфо. Ну, а во-вторых, из-за обстановки, которая царила в доме. Десять окон их квартиры выходило сюда, а остальные во двор. Вот, как описывает обстановку царившего в их доме сосед Александра Сергеевича, ну и, соответственно, всего семейства. Дом их всегда был наизнанку. В одной комнате богатая старинная мебель, в другой пустые стены или соломенный стул. Многочисленные, но оборванные пьяные дворня. И вечно недостаток во всем, начиная от денег до последнего стакана. Сам Пушкин жил окнами во двор. И, опять-таки, обстановка его комнаты нам известна, потому что ее описал переводчик Эртель. У дверей стояла кровать, на которой лежал молодой человек в полосатом бухарском халате с ермолкой на голове. Возле постели на столе лежали бумаги и книги. В комнате соединялись признаки жилища молодого светского человека с поэтическим беспорядком ученого. Собственно, здесь Александр Сергеевич закончил Руслану и Людмилу, написал оппозиционную оду «Вольность», письмо к Чаадаеву. В общем, вот это все. Я не пушкинист, поэтому я не знаю точно, в этом ли доме написал Александр Сергеевич стихотворение, которое я собираюсь процитировать. Но поскольку оно датировано 1820 годом, то хотелось бы верить, что здесь. Оно очень показательно. Ты богат, я очень беден, ты прозаик, я поэт, ты румян, как мака в цвет, я, как смерти, тощи бледен. Не имея век забот, ты живешь в огромном доме, я средь горя и хлопот провожу дни на соломе, ешь ты сладко всякий день, тянешь вина на свободе, и тебе нередко лень нужный долг отдать природе. Я же из черстого куска от воды сырой и пресной сажен заста с чердака, за нуждой бегу известный. Окружен рабу в толпу с грозным деспотизмом взором, афидрон ты жирный свой подтираешь калинкором. Я же грешную дыру не балую детской модой и хвостово жесткой одой, хоть и морщусь, да и тру. Считается, что эта эпиграмма посвящена Александру Первому. Я прошу обратить ваше внимание на термины той эпохи «афидрон ты жирный свой». Под афидроном имеется в виду, конечно же, филейная часть, кой я обозвал все вот это место, кой она являлась с начала 19 века. Кто такой хвостов? Хвостов – это известный в то время, ну, как бы мы сейчас сказали, биллетрис. То есть он писал огромное количество всевозможных вирш и награждал ими всех своих знакомых, выпускал их. Они были совершенно нечитабельны. Есть такая байка, что Крылов как-то шел по летнему саду. Ему приспичилось, так сказать, вот свой афидром чем-то облагородить, а ничего под рукой не было у него. Подбегает к Хвостову, который идет навстречу и говорит, ну, написал ты что-нибудь, любезный друг? Он говорит, да, написал. И сует ему лист своей прекрасной поэмы. Он говорит, а есть ли еще? Хвостов обрадовался, что наконец-то его творчество стало востребованным и отдал Крылову побольше. Ну, а Крылов употребил это по назначению. Курьез, о котором я в самом начале заикнулся, он касается двух домов. То есть, как вы поняли, Александр Сергеевич Пушкин одновременно жил в двух зданиях. Да, кстати, этот дом изначально был, естественно, трехэтажный. Два последних этажа надстроили уже позже, когда этот дом принадлежал некому Калкачеву. А до этого он принадлежал Апраксину. И дело в том, что Пушкин в своих письмах и своих воспоминаниях он писал, что он переехал в дом Апраксина, в третьей адмиралтейской части. Соответственно, Апраксинах было несколько человек и звали их разными именами. Вот из-за этой путаницы и возникло то самое недоразумение, о котором я вам сегодня рассказываю. Посмотрим акт купли и продажи 19 декабря 1816 года. На проданный действительным статским советником Михайловичем Демчинским, жене полковника графа Александра Ивановича Апраксина, графине Марии Александровне, каменный дом со всеми имеющимися при нем каменным жильем и нежилыми строениями и землей, состоящим в Санкт-Петербурге в 4-й адмиралтейской части в 5-м квартале под номером 363. На что я хотел бы обратить ваше внимание здесь. Во-первых, номер 363. Не по каналу, не по реке, не по улице. Дело в том, что тогда существовала сплошная нумерация по кварталам. Это было крайне неудобно, потому что иногда вот эти вот номера, они состыковывались на границе между кварталами и там получалось там здесь 363, а через дорогу, я не знаю, 365. Но только это уже нумерация с той стороны. А иногда одинаковые номера попадались. Это было крайне неудобно, потом от этой системы отказались. Второй замечательный момент. Здесь сказано, что продана жене полковника графа Александра Ивановича Апраксина, графине Марии Александровне. То есть не сказано, что продана просто графине Марии Александровне. Потому что графине Марии Александровне, с точки зрения юрисдикции того времени, была никто и звать никак. Она все время должна была быть под кем-то. То есть она не могла на свое имя купить этот дом. Она могла купить этот дом, обозначившись женой, собственно, своего мужа. И так продолжалось вот довольно долго, пока проклятые крабавые большевики не положили этому конец. То есть женщина, я хочу напомнить вам, она, ну, помимо того, что она не имела своего собственного паспорта, например, то есть она до женитьбы сидела под отцом, после женитьбы она сидела под мужем. И если она хотела жить одна, то, во-первых, она ломала стереотипы, которые находились, точнее, которые были тогда в обществе. И, в общем-то, она из этого общества исключалась. Либо она должна была так себя поставить, что вот, наплевав на всевозможные предрассудки, все равно быть востребованной. То есть вот буквально однокупчая, сколько подробностей. Но и это еще не все. Я хочу обратить ваше внимание, что этого самого Апраксина зовут здесь Александр Иванович. Проблема в том, что дом по набережной каналу Грибоедова, а тогда он назывался Екатерининским каналом, принадлежал Федору Александровичу Апраксину. Когда к 300-летию Петербурга начинались очередные изыскания на тему Пушкина и всех подробностей его жизни, то вот откопали эту информацию и повесили мемориальную доску вот здесь. Выяснилось, что снять ее не менее проблематично, чем, собственно, повесить. Для этого надо к кому-то обратиться, чтобы кто-то приехал с инструментами, это все дело снял. Поэтому сейчас в этом здании находится отель или хостел, я не помню точно, но в любом случае он позиционирует себя как, собственно, заведение, находящееся в доме, где жил Пушкин. Ну, а, собственно, что? Вот мемориальная доска висит, не подкопаешься. И люди, которые здесь останавливаются, они верят в то, что, да, вот они жили в доме, где когда-то, собственно, ступала нога Александра Сергеевича. Ну, она, может быть, здесь и ступала, конечно же, но, не знаю, там, случайно и кратковременно он здесь не жил. И еще немного про ценообразование и съем квартир. Вот если родители Пушкина не стеснялись селиться вот там в конце фонтанки в жопе мира, то вот Пушкину было не камильфо там жить. И когда он, соответственно, женился и переехал в столицу Российской империи, он был вынужден, следуя диктату света, поселиться в самом-самом центре вот в этих престижных как раз первой и второй адмиралтейской части. Вот в этой книге «Пушкинский Петербург» замечательных авторов Гординых, все время ее рекомендую почитать, кто хочет погрузиться в атмосферу той эпохи, сказано, что за квартиру в билетаже из девяти комнат поэт платил в год 2500 рублей ассигнациями. Это в доме вдовы и сенатора Брискорна на Галерной улице. Далее, соответственно, была квартира из двенадцатых комнат в третьем этаже дома именитого купца Жедемировского в Большой морской улице, снятая в 1832 году. Там уже 3300 рублей в год. А последняя квартира поэта из 11 небольших комнат в билетаже дома княгини Волконской на Мойке обходилась в 4300 рублей ассигнациями в год. Вот, 4300 рублей ассигнациями в год. Гоголь платил за свою комнатенку где-то порядка 30 рублей в месяц. Вот, собственно, нет, извините, 25 рублей в месяц. 30 рублей это у него было жалование. Вот как хочешь, так и выживай. 25 рублей в месяц, а тут 4300 в год. То есть Гоголь, получается, в год платил 250-300 рублей. Больше, чем в 10 раз. Почему Пушкин не мог снять что-нибудь более скромное? Ну, потому что не мог. Потому что жена, потому что сестры женины и все остальное. Помимо квартиры ему нужно было еще на чем-то передвигаться. Он не мог ходить пешком. Это было не принято. Нужно было обязательно заезжать в гости. Заходить как-то считалось тоже не очень приличным. Соответственно, нужны были лошади и свой экипаж. Ну, это, считайте, на наши деньги, это автомобиль. Но на собственный автомобиль Пушкина бабок не было. Поэтому он пользовался каршерингом той эпохи. Он лошадей нанимал. За сколько? Значит, Савельеву за четверку лошадей платил 300 рублей в месяц. Напомню, что Гоголь комнату снимал за 25 в месяц. 300 рублей в месяц стоили лошади. Ну, то есть, грубо говоря, ты снимаешь мотор. Но тебе помимо мотора нужны еще колеса и сидения. У Пушкина было две кареты. Двухместные и четырехместные. Кабариолит и дорожная коляска. Задолго до гибели в июне 1836 года поэт купил у каретного мастера Александра Дриттен Прейс. Это известный был такой каретный мастер. Новую четырехместную карету за 4150 рублей. Ну, то есть я напомню, что за 4300 он снимал в год квартиру. Эти деньги остались неуплаченными. Их заплатила уже опека, учрежденная над детьми имуществом Пушкина. Опека заплатила и долг извозчику Савельеву 650 рублей. Ну, Пушкин остался должным всем. И опека действительно все долги покрыла. И здесь самая интересная часть Малезонского балета. Пушкину требовалась прислуга, как любому нормальному человеку. Но вы же вот, например, тоже наверняка сами себе чай не наливаете. И носки с сапогами сами тоже себе не надеваете. Вы же обслуживают какие-то люди, да, специальные обочины. Не говорите, что вы это делаете сами. Вот у Пушкина, например, в 30-х годах какой был штат прислуги. Тут, конечно, надо пояснить, что, во-первых, сама семья состояла, ну, во-первых, сам Пушкин, супруга его Наталья Николаевна, 4 уже детяти, 2 своячницы, но имеется в виду 2 сестры Натальи Николаевны. И вот при них, соответственно, такой штат. Две няни, кормилица, коммердинер, 4 горничных, 3 лакея, повар, трачка, полотер. И это не считая еще верного слуги Пушкина, который ходил за ним по пятам еще с детских лет, Никита Козлов. И это, надо сказать, еще был достаточно небольшой штат. Обычно этой дворни, которая предпочитала ничего не делать и валяться полупьяная и оборванная где-нибудь в дворе, было еще гораздо больше. Потому что чем больше слуг, чем больше лакеев, тем, в общем-то, выше статус. Таким образом, мы выяснили по поводу топографии Пушкина в конце фонтанки. Но дело в том, что в этом доме жил еще один прекрасный великий человек. Это Карл Иванович Росси, который застроил, ну, фактически пол Петербурга в Николаевскую эпоху. Главный штаб на Дворцовой площади, здание Сената и Синода, Александринский театр, дворец на Илагенном острове, что еще? Еще павильоны Аничкова, дворца, ну, в общем, огромное количество, господи, русский музей, тот же самый. Причем он не просто построил этот русский музей, ну, тогда он строил, это был дворец для великого князя Михаила Павловича, младшего сына Павла Первого. Он всю окрестную территорию распланировал, ну, собственно, Садовая улица, например, была пробита. И вот эта вот, господи, Михайловская, да, и самая-самая-самая тусовочная улица Думская. Вот это все Карл Иванович Росси закончил он крайне печально. Он периодически перечил Николая Первому, периодически его пытался шантажировать, увольняясь с определенных проектов, и в какой-то момент Николай одобрил его увольнение, и Росси оказался не у дел, у него была на тот момент уже достаточно большая семья. И вот в 1840-х годах он как раз и поселился в этом доме, опять-таки в жопе мира. В марте 46-го года у него умерла жена, горячо им любимая. В том же году в Ливорно умер не менее любимый сын Александр. В общем, Росси был просто в отчаянии. Ради того, чтобы как-то выживать, он сдавал принадлежавшую ему ложу в Александринском театре. Но поскольку он был архитектором этого театра, ему выделили эту ложу разным людям. Там иногда происходили скандалы, эти разные люди начинали друг с другом спорить, чуть ли не до драк дела доходило. Соответственно, у Росси эту ложу отняли. И в итоге он заболел холерой, была эпидемия в городе, и умер. Умер практически никем не замеченным. Только газета «Северная пчела», номер 76, от 9 апреля 1849 года, кратко упомянул о том, что смерть коллежского советника Карла Ивановича Росси, архитектора, известного по постройкам многих публичных зданий в Санкт-Петербурге. В общем-то и все. Даже вот словарь про Гауза и Эфрона в начале 20 века вообще даже имени Росси не упомянул. Такая печальная судьба, да, в общем-то и у Александра Сергеевича судьба не шибко-то счастливая, но зато осталось великое наследие, что у Росси, что у Пушкина, за что мы их любим и уважаем. Я хочу сказать в заключении по традиции, что вы можете приходить на экскурсии. Вот здесь вот мы находимся на Новосельском острове, я периодически их провожу и в Москве. Идет набор экскурсионных групп в Париж и Берлин. Обращайтесь, там будет тоже огонь. И если вы хотите, друзья мои, выиграть iPhone, то у вас есть возможность поучаствовать в конкурсе, который устраивает компания «Северный город». Для этого вам нужно зайти по ссылке, которую я укажу вот в описании под этим видео, вступить в группу, прочитать внимательно условия, снять этот самый видеоролик, выложить под указанными там хэштегами. Есть один момент. Это все нужно сделать до 29-го числа, до 29-го июля. Так что поторопитесь. Как человек, проработавший 8 лет руководителем отдела СММ, могу сказать, что в видеоконкурсах есть очень большой шанс выиграть главный приз. Поэтому рискните, и я думаю, у вас все получится. На этом все. Оставляйте комментарии, вот там задавайте мне вопросы. Увидимся. Пока.